Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова и короткий анонс того, о чем пойдет речь сегодня в выпуске. Муниципальный час продлился все два. На очередной сессии дагестанского парламента Салман Дадаев отчитался перед депутатами. Главный приз – автомобиль. Всероссийский конкурс молодых Алимов и Хафизов прошел в Фассавюрте. Дагестанские лучники стали лучшими. В Волгограде завершился чемпионат Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Реконструкция улицы Каркмасова, собираемость налогов, проблемы хаотичной застройки и многое другое. На очередной сессии Народного собрания в рамках муниципального часа перед депутатами выступил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Доклад столичного градоначальника и его ответы на вопросы из зала стали главными в повестке дня очередного заседания регионального парламента. В продолжение темы сюжет Ларьяны Шамхалаевой. Публичной порки не получилось. Ожидания недоброжелателей столичного градоначальника не сбылись. Более часа Дадаев выступал с трибуной и почти столько же времени с этой же трибуны отвечал на вопросы из зала. А их, к слову, было немало. От проблем незаконных строек до реконструкции проспекта Шамиля. Оказалось, она будет, но не в таком варианте, как бы всем хотелось. И на это есть свои причины. По проспекту Шамиля, да, это серьезный вопрос. Мы уже приступили было к его реализации. Но проектирование показало серьезные проблемы в связи с тем, что вдоль проспекта Шамиля, справа и слева, они полностью застроены. И у нас больше средств, чем на строительство, на реконструкцию Шамиля, уйдет на демонтаж и выкуп этих объектов. Для того, чтобы смогли реализовать. Если проект стоил 3 миллиарда, 8 миллиардов, ну еще 5 миллиардов было необходимо для выкупа земельных участков и оксов. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы сначала развернули большие, мы понимали, что эти деньги нам не дадут, мы развернули судебную работу. У нас уже по 30 объектам имеются вступившие в законную силу решения суда по сносе этих объектов. Там большая часть этих торговых центров без единого документа функционирует. Если с реконструкцией проспекта Шамиля ситуация понятна, то с собираемостью налогов в Махачкале дело обстоит из рук вон плохо. По словам Дадаева, Федеральная налоговая служба работает неэффективно. Более того, он подчеркнул необходимость создания отдельной межведомственной группы по работе с налогоплательщиками и попросил депутатов оказать в этом вопросе содействие. Очень хотелось бы вашей поддержки. Я хотел бы, чтобы постановление, которое выйдет по результатам нашей сегодняшней встречи, этот вопрос был именно одним из ключевых создания временной какой-то группы на базе соответствующего комитета, создания депутатской группы, исключением туда и представителя правительства и, соответственно, мэрии. Мы точно по каждому участку предоставим информацию и посмотрим, каким образом тогда налоговая будет увертываться от этого. Потому что нам они среди не дают, ни сверху не дают, ни сверху по подданным исковым заявлениям, судебным приказам, не то, что они направили УФССП, не дают. Каким образом тогда мы должны оказывать содействие? Они все время про это говорят. Видимо, налоги за них собрать, как я уже сказал, мы к этому, наверное, придем. Ежегодно Минвежественная комиссия при Министерстве экономического и территориального развития Республики Дагестан определяет налоговый потенциал города. Мы считаем, что налоговый потенциал города значительно превышает установленная комиссия размера. Но даже тот минимальный налоговый потенциал, который устанавливает МИК, не согласовывается у ФНС. Аргументируем тем, что якобы завышенный налоговый орган всегда ищет доводы о невозможности увеличения сборов практически по всем источникам налоговых доходов. Выражает несогласие с установленной Минвежественной комиссией. Это, видимо, происки налоговой. Это вопрос я тоже хотел обозначить как проблемный. Реконструкцию улицы Коркмасова, о которой в последнее время говорят все или почти все, Дадаев сумел преподнести как победу современного подхода к благоустройству городских территорий над привычным шаблонным отношением к проблемам урбанистики. Все ради комфорта горожан, пробок со временем не будет, а будет рай для пешеходов и велосипедистов. Хотелось бы сразу пояснить, что данное решение продиктовано необходимость вмешательства сложившейся транспортной ситуации, которая из-за наплыва транспорта, а также практики паркования в два ряда практически утратила пропускную способность. И дальнейшее откладывание решения этого вопроса по данной улице грозило уже транспортным коллаксом. И поэтому, изучив практику других городов, практически все основы урбанистики, по решениям, которые принимаются в таких случаях, никакие расширения дорог не способствуют увеличению трафика, потому что это вызывает так называемый спровоцированный спрос. Это первый класс урбанистики, и все знают, если мы где-то расширяем дорогу, это приводит к тому, что все автомобилисты стремятся туда, понимая, что там можно проехать. И упирается именно в то бутылочное горлышко, где это расширение заканчивается. И эта практика после реализации многими городами, она признана неэффективной и от нее отказались. Поэтому пришлось вернуться к тому опыту, который я получил в Москве, когда мы расширяли тротуары, заужали проезжую часть. В результате автомобилисты на эти улицы старались не попадать, а объезжать. А для пешеходов были созданы наиболее благоприятные условия. Были и неудобные вопросы, в частности, о продолжающихся в городе застройках. Но и здесь мэр Махачкалы не растерялся и был убедителен, подчеркнув, что за период более трех лет администрации было выдано всего 11 разрешений на строительство многоквартирных домов, шесть из которых на основании решений суда. А по якобы имеющимся у некоторых коллег фактам коррупционных проявлений в мэрии, Дадаев посоветовал информированным об этом депутатам обратиться в соответствующие органы. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. К другим темам. В Дербенте в результате ДТП пострадали три человека, в том числе и ребенок. Авария произошла на пересечении улиц Сальмана и Ленина. 46-летняя жительница района, управляя автомобилем Киа Спектра, не уступила дорогу Приоре, которая ехала по главной дороге. В результате ДТП 20-летний водитель Приоры и его пассажиры с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу. В Махачкале прошло торжественное мероприятие, посвященное информационно-просветительской акции «Онкопатруль» с участием Сергея Меликова и главного онколога России Александра Каприна. Глава Дагестана наградил представителей Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и организаторов акции почетными грамотами и благодарственными письмами. С начала текущего года в законодательство страны было внесено множество изменений в сфере недвижимости. Они касаются налогов, кадастровой оценки, строительства домов и многого другого. В связи с этим руководство Управления Росреестра Республики совместно с Правовой Академией решили провести научно-практическую конференцию. Подробности в сюжете Карима Даниева. Первая научно-практическая конференция по регулированию проблем оборота недвижимого имущества привлекла к себе много внимания. На одной площадке собрались руководители министерств и ведомств, а также представители стройкомпаний. Конференция началась с обозначения самых распространенных проблем. Открыл заседание руководитель Управления Росреестра Республики. На сегодняшний день мы потихоньку избавляемся от так называемых атовизмов, от большого количества бумаги, от бюрократических проволочек. И поставлена задача не только по снижению сроков оформления и регистрации объектов недвижимости, на сегодняшний день мы потихоньку избавляемся от бумаги. Мы переходим в цифровое поле, и эта сфера нам позволит укоротить сроки, уменьшить возможности в последующем подделки документов, различных споров. Очень часто нам приходится, хотим мы того или нет, принимать активное участие, несмотря на то, что мы являемся третьим лицем. Почему? Потому что мы понимаем, что очень часто пытаются органы правосудия ввести в заблуждение различные дельцы, которые пытаются увести землю или пытаются каким-то левым образом зарегистрировать чужой объект недвижимости на себя. И наш правовой отдел во главе с Марьей Ахмедвиковной этому противостоят. Количество гостей на мероприятии свидетельствует о том, что тема на сегодня очень важная. С докладом также выступил зам. председателя правительства республики Заур Эминов. Министр затронул актуальный вопрос, связанный с проблемами заселения земель отгонного животноводства. Персобственности республики Дагестан находится 1,9 млн гектаров земли. Из них большая часть, это почти 1,6 млн гектаров земли, это земли отгонного животноводства. В отношении этих земель установлен особый режим охраны, прописанный специальным законом о статусе земель отгонного животноводства республики Дагестан. В силу требований действующего законодательства на этих земельных участках не разрешается строительства объектов капитального строительства, социальных объектов и так далее. Но в результате инвентаризации, которую мы в прошлом году провели, выявлено, что на сегодняшний день на этих землях образовано почти 200 поселений. Казалось бы, в силу декларированной Конституции, что человек на сегодняшний день является высшей ценностью, его права и свободы. Человек имеет право на регистрацию права собственности на тот объект, на создание необходимых инфраструктурных решений, я имею в виду подведение газа, электричества, на доступность образования и так далее. Но получается на сегодняшний день, вот эта категория людей, которые проживают на землях отгонного животноводства, они лишены права на предоставление именно этих благ. А ряд лиц, которые проживают, им в свое время были даны переселенческие билеты, и в силу закона они оказались заложниками этой ситуации. Мы понимаем, что, наверное, все-таки это пробел законодательства, и в рамках поручения главы Республики Дагестан Сергея Алимича Меликова в настоящее время созданы площадки для обсуждения возможностей вынесения изменений в действующее законодательство. Вопросы на конференции обсуждали самые разные – от строительства и регистрации недвижимого имущества до земельных реформ. Конференция как раз-таки имела свою цель изучить все основные новеллы в законодательстве, которые происходят, и таким образом пролить свет на тот круг вопросов, который представляет и для нас научный интерес, и для студентов, и для всех, наверное, жителей Республики, которые пожелали принять участие как представители общественности, как представители научных кругов. И основной акцент, конечно же, был сделан именно наоборот земель различных категорий, сельскохозяйственных земель, земель сельских поселений, индивидуальных жилищных, скажем так, строений, в том числе и дачных строений, решения вопросов, связанных с легализацией статуса владельца и пользователя с точки зрения получения соответствующих разрешительных документов. Я думаю, что мы сегодня этой цели достигли, потому что основные ключевые вопросы этой конференции все-таки нами были раскрыты. Немаловажным было и участие в конференции представителя строительной компании. Позицию застройщиков представляла генеральный директор строительной компании «Монолит-05» Эльмира Потахова. Все прошло замечательно. Обсуждались очень интересные, актуальные вопросы на сегодняшний день. Для нас, для застройщиков, очень важно участвовать в таких конференциях и взаимодействовать с органами власти. Такие встречи и на нас повлияют плодотворно. Четыре часа обсуждения прошли незаметно. Многие вопросы еще предстоит рассмотреть, потому организаторы уже планируют проведение второй научной конференции. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. 19-й Всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов состоялся в Хасавюрте. В нем приняло участие около 300 человек. Победитель определялся по трем номинациям. Главный приз – автомобиль. Как проходил конкурс и кто занял призовые места в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Тщательная подготовка и без права на ошибку. Около 300 студентов исламских учебных заведений страны соревнуются на лучшие знания основ ислама. Я уже, наверное, с первого дня участвую в этом конкурсе, как в составе жюри. И как мы все члены жюри замечаем, с каждым годом уровень подготовки конкурсантов все повышается. Ректор и его команда все делают, чтобы этот конкурс прошел на высшем уровне. Конкурс памяти Сайтбека Даитова проходит в 19-й раз. Участники соревнуются в трех номинациях. Правильное совершение намаза, знание Корана наизусть и в номинации «Науки». Для каждой номинации у нас бывают компетентные жюри. Жюри в реальности, они в этом конкурсе тоже показали, что они профессионалы своего дела. Так как они, не покладая рук, работают с утра до поздней ночи, чтобы определить финалистов и в дальнейшем определить победителей. По результатам отборочного этапа, в финал по каждой из номинаций вышли по семь человек. На официальной церемонии награждения объявили список победителей. В номинации «Намаз» первое место занял студент Медресе имени Саида Афанди из Гуни Казбековского района. Мухаммаду Шихалиеву вручили Коран и две тысячи долларов. Сейчас это более ста тысяч рублей. В номинации «Хивз Корана» победителем стал участник из Чеченской республики. Он стал обладателем автомобиля «Лада Гранта». В самом сложном направлении науки первое место занял студент Дагестанского исламского университета имени Мухаммад Арифа Ахмед Исагаджиев. Он выиграл главный приз конкурса – автомобиль «Фольксваген». Готовился, можно сказать, три года. Последний год участия я, последние четыре месяца готовился. В первую очередь хочется выразить хвалу Аллаху Субхану Ва Тааля и поблагодарить своих муалимов, которые поддерживали меня и вели меня к этому. Победители участников мероприятия поздравили ученые, богословы, общественные и религиозные деятели, представители органов власти и гости из регионов России. Инициаторы конкурса – это Исламский университет имени Сайдбега Даитова – отметили, что образовательные соревнования проходят с целью приобщить молодых мусульман к истинным знаниям ислама. Призы и подарки уже традиционно предоставил торговый дом Кирго. Хамзу Нурмагомедов, Мухаммад Алиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасаверт. И в заключение о спорте. Дагестанские лучники выиграли медали чемпионата СКФО и ЮФО, прошедшего в Волгограде. Три награды были добыты нашими спортсменами в стрельбе из блочного лука. Победителем соревнований стал махачкалинец Абдулхалик Гаджиев. Второе и третье место заняли, соответственно, Магомед Касум, Имман Алиев и Рамазан Шахахмедов. В командном зачете в стрельбе из блочного лука сборная Дагестана заняла первое место. Еще одну бронзовую медаль в личном зачете в стрельбе из классического лука завоевал Александр Кожин. Это была последняя информация на сегодня. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин